ну вот короче почти собрался очень хорошо переночевал это первый раз когда получилось встать во время я планировал 5 часов встать вот в 5 15 я проснулся и начал сразу собираться пока собирался уже зашло солнышко вот это было внизу очень классно было как когда искал это место уже было очень темно и просто ехал ехал там поселок до и поселок после я когда лежал слышал и оттуда и оттуда разговоры людей вот и темно было и проезжал вот у дорога буквально сколько метров 15-20 от меня дорога и увидел такой что деревья у дороги прекратились взял с лес мотоцикла взял налобный фонарик посвятил и тут такие следы да что туда кто-то ездит вот шел и потоптался тут в хорватии особенно в этой местности немножко сложно искать место потому что везде такие камни до камни бугры сложно найти место для палатки где как бы плоскость есть на которой можно поэтому но мне повезло вот у тебя получается спал вот на этом месте вот еще очень хорошо или скажем иначе все когда сюда ехал после после ужина можно сказать после того родника еду в эту сторону и над горами такая гроза и такой гром и молния и уже темно и молния освещает освещает небо и получается молния даже не такая белая да такая красная да с красным оттенком и город такие и я еду в эту сторону думаю блин может обратно поехать от грозы уехать но думаю еще есть целый час у меня там было ей и ехать примерно все таки стоит по маршруту ехать если начнет дождик я развернусь и буду удирать вот ехал ехал и получается вверх и ближе ближе все ближе к этой грозе и потом когда сюда поставил палатку тоже гремел гром и была молния но посчастливилось дождя не было я надеялся что утром тоже не будет или ночью и вот нету из-за того что очень сильный ветер тут все сухо палатка сухая обычно когда просыпаюсь палатка влажная до мокрая надо просушивать от росы отдыхания вот сейчас сухо все классно комаров нету только пару пару кузнечиков тут прыгает тоже классно вот и да и вообще вот последний не знаю последний день ну когда в такой местности очень такой приятный запах немножко ощущение что эфирные масла воздухе я и я не знал что это нюхал деревья деревьев не было а сейчас получилось вот такая травка растет я сорву кусочек получается такая как не знаю что это но это она такая такая ароматная с как с какими-то маслами думаю фирмы ощущение как будто так чуть-чуть напоминает наш шалфей я не знаю точно но такое и везде стоит это запах такой расслабляющий приятный очень классно я думаю у меня запомнится именно как хорватский запах вот ну что ж осталось до конца одеться и поеду будет один из ну самый первый день где я так рано стартую обычно я ставил будильник на 630 вставал 7 и где-то в пол девятого был готов а сейчас вот я думаю часов шесть максимум у костюм короче я уже некоторое время сбираюсь все на большую гору уже многие остальные горы ниже меня получается тут справа от меня горка обр 1098 метров над уровнем моря и я взбираюсь и дальше дальше и получается есть медведа плока или плоша или плотча медведа плотча потом еду получается в направлении курили да посмотрим решил записать потому что из шлема смотрится очень красиво не знаю как на камеру а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Короче, там дальше уже походу на спуск Вот, а я сегодня еще не завтракал Воспользуюсь этим столиком и позавтракаю Заодно посмотрю вокруг, что тут и как Ну что, товарищи, доехал я куда-то Я уже достаточно близко к Боснии За мной там езеро Влажка называется, озеро Но я так посмотрел на карте, там оно доходит до моря Типа впадает в море или наоборот Поэтому не знаю, какое оно озеро На самом деле я думал там сплавать, найти место сплавать Потому что в море сплавать мне как-то не очень охота Потому что там, где нет душа на пляже Потом соленый такой, ездишь и не очень приятно А в пресной воде приятнее Ну вот, короче, получается, съезжая сейчас в горы Я все время в горах, ну как в горах был Относительно в горах, я думаю, километров 150 От, ну 200-150 от побережья Ехал параллельно побережье Вот, а сейчас я съезжаю на побережье Буду ехать вдоль моря Вдоль моря, заеду в Боснию Если не пропущу, в Дубровник заеду Немножко устал Хотя сейчас вот, не знаю, наверное, часов 13 Ой, да, блин Без 15 и 11, да, еще относительно рано Но я и встал в 5 часов сегодня, да Вот Ну, короче, такие дела Посмотрим, сейчас постараюсь Если получится, залезть в озеро, покажу А если нет, уже покажу позже когда-то будет Вот там красивый такой холмик прикольный За ним горы Тут речка протекает Короче, по дороге сюда, вначале, в Хорватии Я встретил одного Марио, тоже на мотоцикле На легком, я думаю, 400 кубовый Сузуки такой Street naked, кажется Не знаю, рассказывал, нет Ну вот, рассказал ему, что я еду в Монтенегро И он мне посоветовал Сказал, что вот, есть какой классный мост Ну я, в принципе, знал об этом мосте Посмотрел в интернете И мост меня, в принципе, не впечатлил Ничего особо, просто огромный мост Фишка этого моста в том Что южную часть, самую южную часть Хорватии Разделяет Босния Да, вот И если не хочется выезжать за границу Побывав на самом юге Хорватии Можно воспользоваться мостом Мост ведет, как бы, на полуостров Который еще Хорватия Где, получается, если смотреть на карту Мы едем на юг Заезжаем на запад Через мост на полуостров Затем на юг И затем на восток Снова Хорватию Ну вот, фишка в том, что Как-то мне неохота туда ехать Я, наверное, обратно поеду Тут разворачиваться нельзя Надо по мосту ехать Но мне неохота переться на мосту Туда, на мосте На мосты Там разворачиваться И возвращаться Поэтому я немножко иллегально Тут попробую развернуться Вот А сейчас думаю, там пляж красивый Может, я туда съезжу Короче Мне мало приключений на жопу Перед тем, как вернуться Я хочу попробовать Там внизу пляж Я точно не знаю, как до туда доехать Легальным путем Но тут я видел тропинку Для пешехода, возможно Я попробую сейчас тут спуститься И не упасть Дальше Тутeeeee Удison Дальше 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может там тоже пляж? Ладно, хрен с ним, возвращаюсь А то потеряю очень много времени ДимаTorzok 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 Короче, теперь мне надо туда поехать Разворот запрещен Мне надо просто проследить, чтобы не было много машин в одну и в другую сторону Тогда я смогу проскочить Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Но это было красиво! Может, вы можете показать мне здесь? Подожди, подожди... Так, я здесь... Мы здесь и я от сюда... Так, я вернусь... И вот эта ручка... И вот здесь... И вот здесь... А, здесь, да? Так, я должен идти сюда, да? Да. Хорошо, спасибо! Спасибо! Да, да, нет проблем, нет проблем! Потому что у меня есть время... Я просто... Возвращаюсь... Спасибо! Спасибо! И мы тоже можем, хорошо? Хорошо! Нет, нет, это хорошо! Лево... Динамайт... Арбанк... Снег... Игорь Кирилл... Жерно... Угру... Снег... Он только для местных И он меня послал обратно Проехать И потом будет переход прямо у моря Ну хорошо, едем туда Не теряем больше времени Было интересно А вот и мой объезд Короче спустился оттуда вниз Где-то От границы там Может быть минуту-две Вот, и дорога вот так идет Я не знаю отсюда видно или нет Вот туда-туда-туда За горы на другую сторону уже к морю Тоже прикольно Мне нравится Ну вот в принципе уже спускаемся К морю Вон море А вон там уже Переход Да, пограничный пост Вот, спустимся Посмотрим как там пройдет Вроде отсюда я много народу не вижу Должно пройти относительно быстро Посмотрим, да Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче Монтенегро В Черногории Вот И приехал, еду, еду, приехал И там вот так же, как и в другой точке Как говорят Типа это только для местных Вот И послал меня по дороге в три раза длиннее Вот сейчас еду Вот И я думаю, блин Я как-то не подумал У меня есть наличные евро И есть немецкая банковская карточка Вот А кредитку я не стал брать Я даже не думал что-то И вот Мне бензина точно не хватит На Боснию и Черногорию Еще обратно Вот И вот я думаю Я еще не пробовал Тут на заправках Берут ли евро Или берут ли Банковскую карточку Возможно Банковскую карточку возьмут Там с определенной комиссией Вот Если будут проблемы Я надеюсь только на то Что если я заеду На заправку Там будет кто-то заправляться Я спрошу чувака Или чувачку Который будет заправляться Если я дам евро Чтобы меня заправили Да Потому что они думаю Часто выезжают в Хорватию Там где евро И вот Короче Иначе останусь тут Куковать Вот А пока что вот Горы, леса Солнышко садится Перееду через границу И начну уже искать себе ночлег Солнышко садится Короче Только что прошел через границу Тут меня попросили Документы по мотоциклу Они у меня тут на самом дне Я пришлось Короче Припарковаться Весь хлам вытащить Их найти Дать И если честно Я не знаю Я немножко торможу Кажется Это была Босния Которая меня выпустила И теперь есть вероятность Что дальше будет Черногорская Которая меня будет впускать Но я не уверен Может быть Это и то и другое Поэтому я еду И посмотрим Потому что я немножко торможу Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это просто волшебство Зашибись Как круто Я сейчас развернусь Чтобы быть тоже в кадре Как бы выехал из Боснии И получаем такой Пейзаж Ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Короче Остаемся тут У дороги Но защищено Вроде как бы Такой заброшенный выезд Вот По идее Сюда никто Регулярно заезжать Не должен Максимально Такие же Проходяи Как я Вот Мы находимся Я бы сказал так Минут 25 От границы Я наконец-то В своей жизни Первый раз На мотоцикле Прошел Первую Нормальную Настоящую Границу Потому что Когда Выезжал Из Боснии Меня попросили Кроме Кроме моего Усвайза Кроме документов Попросили еще документ На мотоцикл Дал Но я уже сказал Он там у меня Закоплено Там минут 10 Его вытаскивает Вот А когда Бежал В Черногории Я уже думал А они Наверное Меня спросят Уже Припасы его Так они спросили Мои документы Мои документы На мотоцикл Плюс еще Попросили Снять шлем Короче Я когда Первый раз Поехал В Хорватию То Там тоже Так я думал Будет серьезно Там Как бы Я думал об этом Что надо снять шлем Я его сам снял Даже на границе А потом Никто ничего Не просил Просто говорить Давай уже Проезжай Типа Иди снимай шлем Я уже отвык От всего Ну короче Остаюсь тут А да Тоже На границе В Черногории Там парочка Ехала мне На встречу На Африку На новой Африке Туин Из Италии И Они там пока Стояли В очереди Я к ним подбежал Короче Говорю Ребята Ребята Как вы думаете В Черногории Можно платить Евро За бензин Увы Я же Как бы я кредитку Не взял Только евро Немного наличными И карточками Они говорят Чувак В Черногории Только евро Я говорю О блин Слава богу Потому что У меня вот сейчас Бензина Ну хватит Наверное На километров В 300 А если я сейчас По Черногорию Покатаю И мне еще Обратно Надо будет Через Боснию И герцеговину Этого бы не хватило И они были В Албании И Оказывается Такая фишка Ну я Логично Да Я просто Не подумал Что я бы мог Без этой зеленой Карточки Заехать в Албанию И сделать ее там Просто немного Доплатив А я думал Как бы О надо От той страховки У которой у меня есть Ну в принципе Можно было бы Сейчас так сделать Но мне уже Не хватит времени Потому что Я не хочу Просто нестись Обратно домой А у меня получается Вот так как я сейчас еду Вот Как-то совпадает Все время Что я в день Проезжаю 350 километров Плюс-минус 10 Да 350 километров Вот И если обратно гнать Ну допустим Я не буду ездить По этим закоулочкам А по прямой Но все равно Я лучше В следующий раз Возьму немножко Больше дней Да Вот у меня Сколько Четыре дня У меня выпало Из тех Что я планировал Когда планировал В Албанию А в следующем году Постараюсь Держать все И Как это время Наступит Выключить телефон Чтобы меня никто Ни о чем не спрашивал Чтобы у меня были Эти дни Ну все короче Я что Я дальше не ехал Потому что Блин Новая страна Там по этому В Хорватии Я уже пару сбыл В Словении тоже Я могу примерно Прикинуть А в Черногории Блин В темноте Что-то искать Это вообще Как бы Стремно мне Но я должен сказать Фишка в чем Каждый раз Немножко сложно Каждый раз Новые сложности Да Но Каждый раз Я нахожу что-то Да И каждый раз Я сплю И просыпаюсь И Выживаю Получается Как бы Все четко Да Это только ум Как бы придумывает Ооо опасно Страшно Не получается Да А пойди Все получается Да Все получается Именно так Как должно быть Благодарим Всем силам Которые меня Поддерживают Вот Еще немножко И на обратный путь Уже тоже Пожалуйста Если еще Немножко Порезюмировать Одни Короче Встал так В 5 5.15 Да Рано Выехал Вот И Получается Дольше ехал Да Фишка Еще в чем Я Маршрут Быстренько Сделал Дома Сильно Не заморачивался Его Штудировать Там что-то Положился На программку Курвигар Что она Просто Возьмет Красивые дороги Выберет И я Примерные точки Разбил Где границу Переходить Вот И делал Это как бы Быстро На скорую руку Можно сказать За день До выезда Как-то Мне все было В лом Начинать С этим Делом Вот И теперь Еду И нету Этого маршрута В голове Да Как бы Я не представляю Как и что Я еду А еду Просто по Навигации Да Она мне Показывает Типа Поверните Направо Поверните Налево Вот И я такая Конечно Все равно Хорошо Я смотрю Красивые места Туда-сюда Когда встречаюсь С людьми Но Фишка такая Вот я Например Поехал На границу На одну А там Только для местных Да Надо Типа Объезжать Туда-сюда А так Я бы Изначально Так посмотрел Ага Типа Только для местных Туда-сюда Вот Вот Такие дела И Короче Собирался В Дубровник Посмотреть Это вроде Такой Красивый Город В Хорватии И как я до него Доехал То блин Подумал Времени мало Посмотрел на него Сверху Он такой Очень красивый Сверху Да Так старинный Город Крыши Красивые Черепица Там Типа Ворот В воде Но я подумал Если мне туда Спуститься На мотоцикле Я тут Там точно Целый день Буду ездить Потому что Во-первых Самому Посмотреть А во-вторых Там просто Движение Такое Что ты там Не проедешь Просто Да Надо будет Кучковаться Толпиться С другими Машинами Со всеми Я просто Проехал мимо Подумал В следующий раз В следующий раз Можно обратно Пути Но вряд ли Вот Но Перед Дубровником Я Сделал Маленькую Передышку И ко мне Подошел Тоже Мотоциклист Из Венгрии Поздоровался Ему 70 лет Сказал что Раньше Тоже ездил На Н-цехе Только Семисотой Да Старой Сейчас он На BMW R Какой Он такой Жирный Короче Вот Он был С женой Походу И еще Пара с ними Была На Ямахе Тоже Пообщались Вот Пожелали Друг другу Счастливой Дороги Вот И поехали Такие дела Да Съехал Я Один раз Сплавать На море Наступил На ежа Походу У меня Теперь В правой Ноге Пару Иголочек Ну в начале Болели Сейчас вроде Не болит Вот И я соленый По идее Я не мылся После моря Надеюсь Найти тут Потом где-то Что-то Я там проезжал В Боснии Там река Такая красивая Здоровая Но я посмотрел Вроде в ней Никто не плавает Я подумал А стрёмно Я лучше буду плавать Там где Кто-то плавает А местные Лучше знают Где можно Ну Они как бы плавают И там Где нельзя Пушек Нужда Да Но хотя бы Так Если не пал Вот Вроде Все Продолжение следует